МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. В Нинецком округе сдан в эксплуатацию второй этап первого участка автомобильной дороги Нарьинмар-Усинск. Пользуются ли спросом у Нарьинмарцев зеленая красавица из леса и что грозит браконьерам за незаконную вырубку деревьев? Зимние каникулы продлятся до 10 января включительно. И несмотря на ограничительные меры и мороз, жителям и гостям окружной столицы будет чем заняться в эти дни. О чем именно, расскажем в этом выпуске. Дорога Нарьинмар-Усинск становится ближе. В Нинецком округе сдан в эксплуатацию второй этап первого участка дороги Нарьинмар-Усинск. Этот и другие вопросы обсудил глава региона с руководителями профильных департаментов в ходе еженедельного совещания с руководителями органа власти. В Нинецком автономном округе 26 декабря сдан в эксплуатацию второй этап первого участка дороги Нарьинмар-Усинск. Его протяженность составляет 6,7 километра. Идем он практически на год раньше срока, благодаря полученным 4 миллиардам денег на досрочное строительство. И это дает нам основания, берем давно основания. Кстати, правительство уже 27 ушло, а финансирование в следующем году тоже досрочное строительство дороги. Строительством первых двух участков занимается компания «Техносфера». В планах подрядной организации сдать все этапы дороги с опережением контрактных сроков при наличии достаточного финансирования. Кроме того, Михаил Фомин доложил о состоянии зимника. На Нарьинмар-Усинске, значит, на сегодняшний день там ведут работы по уплотнению и логотовке снежного покрова, вышкованного, а также на мороженную переправу. Лайбош на сегодняшний день на мороженое на 10 сантиметров, шарки на 50 сантиметров. По предварительным срокам открытие зимника намечается на 15-20 января 2021 года. Отчаянных автолюбителей убедительно просят не рисковать и не выезжать на зимник раньше срока. В противном случае к нарушителям будут применяться административные меры. Что касается зимней дороги Нарьинмар-Тельвиска, то 30 декабря подрядчик собирается сдать все работы. В связи с тем, что зимник на Большую Землю еще не открыт, губернатор поинтересовался ростом цен на продукты в нарьинмарских магазинах. Если говорить о росте за последние несколько недель, то он связан сугубо с отсутствием зимника. Все у нас колеблется в пределах до 10%. Это три у нас позиции. Яйца куриные выросли на 10%. То есть было 83 рубля, а стало 91 рубля в среднем. И у нас капуста белокочанная, порядка 5%. Все остальное, оно в пределах 3% роста. Также он отметил, что на некоторые товары даже произошло снижение цены. Например, на сахарный песок. Практически не подорожало сливочное масло, так как этот продукт питания присутствует на внутреннем рынке региона. Еще одна положительная новость. Оленеводов Ненецкого округа не будут обязывать страховать оленей. Соответствующее решение принято в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации после обращения ведомства главы региона. Буквально час назад было рабочее совещание по убойной кампании. И его рисками благодарили, что удалось избежать этой нормы по обязательному страхованию линии. Это дополнительные издержки, которые могли лечь на их хозяйство без того сложного года. Основными сложностями при сельскохозяйственном страховании являются удаленность пастбищ от населенных пунктов и финансовое положение оленеводческих хозяйств. При этом такие риски, как падеж оленей и нападение на них хищников, в Ненецком автономном округе сведены к минимуму. По сути, нам надо сохранить отрасль, поддержать оленеводов. Поэтому то, что нам удалось отбиться от этого страхования, это большое такое завоевание. Надеюсь, все оленеводы это оценят. Соглашение с Минсельхозом будет действовать до 2023 года. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Помощь Ненецкого округа пока не понадобилась. Речь идет о спасательной операции в Баренцевом море, где накануне потерпела бедствие рыболовецкое судно «Онега» с 19 рыбаками на борту. Об этом в ходе еженедельного совещания губернатору Ненецкого округа доложила начальник управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого округа Наталья Казмина. Напомним, судно «Онега», на котором было 19 рыбаков, затонуло в Баренцевом море. Спасены двое. Судьба остальных пока неизвестна. Затонувшее судно вело рыболовный промысел. Причина затопления – обледенение. Туда, к месту происшествия, выдвинулось еще два больших судна. То есть на сегодняшний день четырьмя судами осуществляются поиски, к сожалению, потерпевшего крушение судна. Информация пока остается прежней. Два человека спасено, остальные пока не найдены. Место происшествия – зона ответственности Архангельской области. Поэтому, по словам Натальи Казминой, там задействованы именно их силы. Помощь окружных специалистов пока не запрашивали. Если есть необходимость в помощи спасателей нашего округа, мы тоже готовы подключиться. Депутат Государственной Думы Сергей Коткин вручил благодарственные письма старшим медсестрам Ненецкой окружной больницы, работающим в красной зоне. Парламентарий поздравил медиков, которые находились не на смене. Кроме того, благодарственные письма депутата Госдумы были вручены старшей медсестре инфекционного отделения Оксане Поповой и старшей медсестре отделения анестезиологии и реанимации Марине Петренко, которые с самого начала пандемии работают в красной зоне. Вот вам особенно низкий поклон. Я знаю, в Москве бывал коллективы. Валятся с ног. Вот валитесь с ног. Сознание теряет на рабочем месте от бессилия. Приходит в себя и опять к больному. И опять к больному. Вот это, конечно, вызывает только восхищение и уважение к вашему труду, вашей профессии. Вот низкий вам всем поклон. Добавлю, в красной зоне на данный момент работают 60 медиков в две смены. Двухсотый микрозайм бизнесмену. В фонде поддержки предпринимательства Нининского округа выдали юбилейный двухсотый сертификат. Его обладателем стал Сергей Кокин. Его дорожная техника обслуживает город, поселок Искатели и работает на зимнике. Предприниматель Сергей Кокин взял микрозайм на развитие своего бизнеса в сфере дорожно-транспортного обслуживания в зимнее время. Конечно, выгодны. Это 4,5%. Это вообще по сравнению с банком. Это большая разница. Бизнес, конечно, он страдает от таких вот ситуаций. Это... Ну и мой тоже так же пострадал, что мы практически не работаем. Много предприятий стоит, останавливается. Также и у нас сложность есть во всем. Но поддержка какая-то есть или нет? Да, поддержка, конечно, есть. Поддержка, то, что сейчас мне выдали денег, это вообще... Это поможет. За 4 года существования меры поддержки годовой объем выданных микрозаймов вырос в 10 раз. Для сравнения, в 2016 году микрофинансирование регионального бизнеса составило 16,9 миллиона рублей. Сейчас это очень востребовано. Конечно, приятно, что у нас уже 200 микрозаймов 2016 года мы занимаемся микрокредитованием. И на сегодня это 86 клиентов. Из них 60 с чем-то это и предприниматели, и 26 юридические лица. Непосредственно те, которые берут микрозаймы. Максимальный размер микрозайма 5 миллионов, но ставки разные в зависимости от продукта. Максимальный размер микрозайма составляет 5 миллионов рублей с учетом остатка основного долга по действующим договорам займа в Фонде поддержки предпринимательства. Сроком до двух лет под 2% годовых при наличии залогового обеспечения. Новогодний патруль. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности в период подготовки и празднования Нового года и Рождества, полицейские и сотрудники Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы. Подробнее в следующем сюжете. В преддверии новогодних праздников Росгвардия провела заседание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности. В повестку заседания вошли дополнительные меры по организации охраны общественного порядка и обеспечения безопасности. Сегодня состояло заседание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при управлении Федеральной службы ВОНГ по Деньскому автономному округу. На заседании Координационного совета основными вопросами стали подведение итогов работы за год и об принимаемых мерах по охране общественного порядка и общественной безопасности в период проведения новогодних праздников при содействии частных охранных организаций. По итогам работы совета приняты практические меры по совершенствованию данного направления деятельности. На территории округа будут проведены праздничные новогодние мероприятия в высеченном режиме и согласно всем рекомендациям Роспотребнадзора. Главное событие уходящего года начнется в час ночи на площади Марацей и продлится до трех часов утра. Во время проведения массовых мероприятий организуются контрольно-пропускные пункты. В места празднования запрещается проносить оружие, любые напитки в стеклянной таре и особенно проносить и распивать спиртные напитки. Распитие алкоголя в местах проведения торжественных мероприятий влечет за собой привлечение к административной ответственности. Полицейские призывают граждан неукоснительно соблюдать общественный порядок, быть аккуратными при использовании пиротехнических изделий и быть бдительными, обращать особое внимание на оставленные без присмотра сумки, пакеты и иные вещи. Обо всех нарушениях правопорядка необходимо незамедлительно информировать сотрудников полиции, либо звонить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Телеканал Север. Зимние каникулы продлятся до 10 января включительно. И несмотря на ограничительные меры и мороз, жителям и гостям окружной столицы будет чем заняться в эти дни. О том, какую новогоднюю развлекательную программу подготовили учреждения культуры Нарьенмара и поселка Искателей, расскажет Александра Литкова. До самой волшебной ночи в году осталось совсем немного времени. И по традиции многие после новогоднего застолья с близкими отправятся на площадь Марацей, чтобы продолжить праздник у городской елки. В ночь на 1 января жители и гости Нарьенмара здесь ждет концертная программа с участием артистов Дворца культуры Арктика. Выступление творческих коллективов Либерти, Шоу Тайм, это танцевальные коллективы, которые очень любимы жителями округа. Выступление артистов и вокалистов Дворца культуры Арктика и интерактивы со зрителями. Кроме того, Дворец культуры Арктика предлагает начать Новый год с добрых дел. С 1 по 10 января на платформе Бумстрим в формате видеозаписи к просмотру будет доступен концерт «Добрые песни о главном». Стоимость билета 500 рублей. Все собранные средства будут направлены в Красный Крест для помощи нуждающимся. И это еще не все. Также с 1 января мы запускаем серию, показ серии концертов. Изюминкой, пожалуй, будет концерт «Мировые хиты лучшие». Это концерт, который впервые мы публикуем в открытом доступе. Также трансляция будет вестись на телеканале «Север» и на официальных площадках Дворца культуры Арктика, то есть ВКонтакте и Ютуб. Создать оригинальные рождественские украшения своими руками можно будет 3, 4 и 5 января. В эти дни пройдет серия мастер-классов, в том числе один для всей семьи. Количество мест ограничено. Жителей и гостей поселка Искателей также ждет новогодняя развлекательная программа, подготовленная клубом «Созвездие». Эта новогодняя ночь будет по-настоящему особенной, потому что мы очень долго ждали встречи со зрителем. И надеемся, что зрители тоже соскучились по концертам. Поэтому 1 января в час ночи мы ждем всех зрителей на новогоднюю развлекательную программу. Мы подготовили концертную программу «Зажигательные песни» в исполнении артистов клуба «Созвездие». И без новогоднего настроения не уйдет никто. 5 января в 14 часов все желающие смогут посетить творческую мастерскую «Рождественские традиции». Весь январь на странице клуба ВКонтакте можно будет посмотреть ежегодную выставку «Зимние забавы». В этом году героем мероприятия стал снеговик. На выставке представлено более 400 работ жителей региона. Александра Литкова, Леонид Шушилов, Телеканал «Север». Тысячи отличников, спортсменов и активистов окружных образовательных организаций получили губернаторские подарки прямо из рук главного зимнего волшебника. Такие новогодние подарки одаренные дети обычно получают на организованных губернаторских елках. Но из-за эпидемиологической ситуации в этот раз поздравления прошли на школьных дворах. Также подарки направили в сельские школы. Сегодня, в этот замечательный день, мы посетим все школы нашего любимого города и выручим подарки от губернатора Ненецкого автономного округа и общества, ограниченной ответственностью за рубеж нефть, добыча, харьяга. Ну а всем жителям нашего города и округа мы желаем в Новом году счастья, здоровья, семейного благополучия. Напомним, губернаторская елка – это праздник для одаренных детей округа, который традиционно проводится в конце декабря. Он организуется в первую очередь для детей-сирот, победителей предметных олимпиад, активистов школьного, молодежного и волонтерского движения, ребят, достигших высоких результатов в учебе и спорте. До Нового года остались считанные дни. Во многих домах уже стоят украшенные зеленые красавицы. В эти дни традиционно встает вопрос о том, какую елку установить дома безопаснее, а также о том, что грозит браконьерам за незаконную вырубку елей. Расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Аромат мандаринов, новогодние игрушки и песни, а самое главное – зеленая красавица, виновница торжества. Вот такие ассоциации с самым долгожданным праздником у жителей региона. У меня ощущение именно с елочными игрушками. Я каждый год покупаю, стараюсь найти в Наринмаре такие красивые стеклянные игрушки и обновляю, пополняю елочку. Найти живой ель в Наринмаре – целый квест. Именно поэтому Светлана Миклина не раз заказывала зеленую красавицу издалека. Мы издалека привозили елки, мы заказывали их, чтобы нам привезли. И привозили один год, а больше – все. А мы привозим в последнее время, мне нравится украшать елку цветами рождественскими. И в основном сейчас у меня на елке только шары и рождественские цветы. В поисках живой ели подруги Ксения и Светлана объездили весь город. Девушкам хотелось устроить для своих семей настоящий праздник. Однако новогоднего дерева нигде не оказалось. Девушкам пришлось довольствоваться искусственной зеленой красавицей. Я надеюсь, что в следующем году все-таки у нас получится в городе завести елки. Ведь это действительно абсолютно другие ощущения Нового года. Ты заходишь в дом, в квартиру, ты ощущаешь запах еловой ветвей. Я помню в деревне, мы приезжали к дедушке в деревню, и он всегда ставил живую елку на Новый год. Мы топили печки, а аромат в доме был просто потрясающий. Это было действительно воспоминание из детства. Какое ель поставить в новогодние праздники? По правилам пожарной безопасности, что искусственная, что и живая, не несет особой опасности, если придерживаться правил установки. В первую очередь нужно установить елку на устойчивой конструкции, то есть, чтобы она не упала, чтобы в организациях, что дома, также елку не рекомендуется ставить рядом с эвакуационными выходами, то есть, чтобы она не загромождала проходы, и на расстоянии не менее метра от потолка и не менее метра от стен. Также не рекомендовано украшать елку ватой, различными горючими материалами, марлей. По закону в Ненецком округе запрещается вырубка елей без оформления разрешительных документов. Нарушитель ждет наказание. Согласно статье 8.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей, и в соответствии со статьей 260 Уголовного кодекса РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Контроль за вырубкой хвойных пород лег на плечи Ненецкого лесничества. С 26 по 31 декабря будут проводиться профилактические рейды. В случае, если будет зафиксирован факт свежего сруба деревьев, участковый инспектор составит протокол по месту нарушения. Специалисты оценивают ущерб. Если он превышает 5 тысяч рублей, то браконьеру грозит уголовная ответственность. Мы пресекаем незаконный оборот древесины, чтобы не рубили елочки новогодние и другие хвойные породы. На территории Ненецкого лесничества заготовка хвойных деревьев к новогодним праздникам возможно на специально отведенном для этого участке в соответствии с договором. Его необходимо заключить с Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса в порядке проведения аукциона с юридическими лицами. Лесное законодательство подразумевает группу хвойных пород на специально отведенной для этого полосы, к которым относятся противопожарные разрывы, лесохозяйственные дороги, противопожарные дороги, лесные просеки. На территории лесничества таких территорий нет, поэтому обычный гражданин елку срубить не может. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукеевич, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова